здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства солода с механическим ворошением при производстве этилового спирта из крахмала содержащего сырья для осахаривания крахмала применяют сырой зеленый солод получаемые при выращивании зерен различных злаков ячменя овса проса ржи и других наряду с солодом для осахаривания крахмала применяют ферменты культур плесневых грибов выращиваем их глубинным или поверхностным методом машиноаппаратурные схемы выращивания плесневых грибов непрерывного выращивания и периодического выращивания уже разобраны ранее на этом канале вы можете посмотреть видео перейдя по ссылке в подсказке или в описании солод выращивают в специальных помещениях на открытых таках и в бетонных траншеях ящиках с принудительным аэрированием так называемых пневматических солодовнях выращивание на таках связано со значительными затратами ручного труда в пневматических же солодовнях все технологические операции механизированы а наиболее трудоемкая операция перелопачивание солода автоматизирована в солодовнях этого типа создаются более благоприятные условия для получения солода высокого качества на одной и той же производственной площади сода получают в 4-5 раз больше чем в токовых солодовнях производительность труда также выше благодаря своим преимуществам механизированные пневматические солодовни широко внедряются на спиртовых заводах далее рассмотрим описание машинно-аппаратурной схемы линии производства солода с механическим ворошением а также оборудование этой линии технология получения солода состоит из следующих этапов очистка и сатировка зерна его замачивания проращивание зерна и обработка сырого зеленого солода после обработки зеленый солод измельчают разбавляют водой и в полученную смесь так называемое солодовое молоко перекачивают в заторное отделение завода на слайде представлена машинно-аппаратурная схема линии выращивания зеленого солода и приготовление солодового молока спиртового завода производительностью одна тысяча дал спирта сырца в сутки отсортированное и очищенное зерно подается из склада норией 2 в замочные чаны 3 объемом по 5 кубометров которые предварительно заполняются на 50 процентов их объема артезианской водой после загрузки зерна в чан снизу подают свежую воду и воздух от компрессора 15 интенсивно перемешивающие зерно и отмывающие от него загрязнения загрязненная вода вместе с плавающими примесями вытекает из чана через вырез расположенный в верхней части зерно в воде находится в течение трех четырех часов затем воду из чана спускают и зерно оставляют лежать в чане без воды 2-3 часа после этого в чан снова подают воду и цикл повторяется таким образом проводят 2-3 цикла пока влажность зерна не достигнет 40 процентов температуру замочки принимают зимой 12 15 градусов цельсия летом не выше 18 20 градусов цельсия для дезинфекции зерна в воду при второй замочке добавляют хлорную известь из расчета 400 грамм на одну тонну зерна из замочных чанов зерно подают и для проращивания на сета пневматической солодовни 6 с передвижной грядкой солодовния имеет два ящика канала шириной 2,3 метра и длиной 20 метров каждый под сетами имеется свободное пространство высотой 0,7 метра в которое подается вентилятором кондиционированный воздух для продувки слоя зерна расположенного на сетах подсетовое пространство разделено поперечными перегородками на 12 секций первая секция длиной 0,9 метра следующие 9 секций по 1,8 метра две последние по 0,9 метра кондиционированный воздух подают влажностью 95 96 процентов температурой 10 12 градусов цельсия подготовку воздуха забираемого из атмосферы вентилятором 14 производят в двух рядной промывной камере 4 путем орошения воздуха тонко распыленной артезианской водой зерно по окончании замочки подается вместе с водой на сета первого дня ращения при этом вода стекает в подсетовое пространство и удаляется в трубопровод сточных вод а зерно остается на сете первоначальная высота слоя зерна полметра температура в первые сутки выращивания 18 20 градусов цельсия по мере проращивания зерна высоту слоя повышают до 70 75 сантиметров а температуру понижают до 13 14 градусов цельсия продувая через слой зерна кондиционированный воздух два раза в сутки производят ворошение прорастающего зерна механическим ковшовым ворошителем 7 ворошители перебрасывает зерно вдоль ящика на 90 сантиметров за один проход на первой секции ящика зерно проращивают в течение 12 часов а затем солодоворошителем она перебрасывается на 90 сантиметров подачу воздуха в подсетовое пространство освободившиеся секции прекращают во второй секции зерно также выдерживают 12 часов затем перебрасывают на 90 сантиметров в третью секцию на освободившиеся сета первой секции выгружают свежезамоченное зерно в такой последовательности заполняют все секции солодового ящика в процессе выращивания солода которая длится 10 суток его периодически увлажняют чистой артезианской водой выросший зеленый солод подают в желоб гидравлического транспортера 8 которым он направляется в сборник зеленого солода 9 объемом 1 кубометр в сборнике солод дезинфицируют раствором хлорной извести в течение 20-25 минут для приготовления раствора берут на каждые 100 килограмм зеленого солода 200 литров воды в которую добавляют 250 грамм хлорной извести после дезинфекции смесь солода с водой солодовую пульпу перекачивают центробежным насосом 10 на разделительное сито 11 отделившиеся от солода вода поступает обратно в сборник 9 а солод направляется в дробилку 12 на измельчение из дробленого солода и воды в чане 13 приготавливают солодовое молоко для осахаривания чаще применяется смесь солодов ячменного и поросиного поросиной солод выращивают на токовой солодовне 5 ячменный пневматической солодовне 6 далее рассмотрим устройство и принцип действия оборудование этой линии замочный чан представляет собой открытый стальной цилиндр один с коническим днищем на четырех опорах в центре чана размещена вертикальная циркуляционная труба 2 диффузор с раструбом в нижней части для перекачивания зерна снизу вверх в диффузор 2 подают воздух давлением до 3 атмосфер по трубе 5 на днище расположены три кольцевых барбатера 6 7 и 8 для подачи воздуха перемешивающего пульпу в нижней части днища имеется решетка 9 которая предотвращает утечку зерна при спуске воды заполнение чана водой производят снизу для спуска замоченного зерна предусмотрен патрубок 4 закрываемый задвижкой 3 техническая характеристика замочного чана представлена на слайде объем замочного чана определяют из расчета 2,4 кубометра на одну тонну загружаемого зерна чаны для солодовой пульпы и солодового молока имеют такую же форму что и замочный чан но внутри корпуса находится мешалка позволяющая получить однородные по составу смеси мешалка крепится крышки чана и получает вращение от двигателя через редуктор на слайде представлен чана для солодовой пульпы отличающийся от чана солодового молока меньшим рабочим объемом и большими размерами приемного устройства техническая характеристика чанов для солодовой пульпы и солодового молока представлена в таблице на слайде пневматическая солодовня с перережной грядкой и ковшовым ворошителем основой пневматической солодовни являются железобетонные или бетонные каналы ящики прямоугольной формы количество и размеры ящиков зависят от производительности солодовни длина каналов от 20 до 50 метров ширина от двух целых трех десятых до четырех с половиной метров дно каналов имеет уклоны в продольном и поперечном направлениях для стока воды вместо сопряжения стока воды от солодовни с канализационным трубопроводом устраивают гидравлические затворы чтобы в систему аэрации выращиваемого солода не попадал загрязненный воздух из канализационной сети на высоте 600 в 800 миллиметров от дна канала на стальном каркасе выполняют ситчатые перекрытия из оцинкованной сетки размер отверстий в стандартной сетке 2 на 20 миллиметров суммарное живое сечение сетки 10-15 процентов перекрытия выполняют из отдельных секций которые крепят к легким каркасом стальным уголкам для придания жесткости и удобства снятия их при мойке и дезинфекции под сетового пространства стенки ящиков над ситчатым перекрытием выполняют высотой 2 2 стенки ящиков над ситчатым перекрытием выполняют высотой от 2 до 2,2 метров сверху на них укладывают рельсы по которым движется механический ковшовый ворошитель солода механический ковшовый ворошитель солода основой конструкции механических ковшовых ворошителей всех типоразмеров является передвижная тележка на которой монтируется сварная рама с цепями и ковшами механизм передвижения тележки и механизма подъема ворошителей тележка один ворошителя имеет два передних направляющих и два задних ведущих колеса диаметром 150 миллиметров снабжена приводом с помощью которого может передвигаться в прямом направлении рабочий ход и обратном холостой ход привод состоит из электродвигателя мощностью 1,7 киловатта и частотой вращения выходного вала 930 оборотов в минуту и редуктора с передаточным числом 39 соединенных между собой муфтой выходной вал редуктора соединен муфтой с коробкой скоростей 7 коробка скоростей позволяет осуществлять рабочий ход с двумя скоростями 0,4 метра в минуту при ворошении солода и 0,117 метра в минуту при выгрузке готового солода из ящика скорость тележки при холостом ходу 6,49 метра в минуту сварная рама 11 свободно посажена на валу верхней левой вершиной треугольника благодаря свободной посадке рама может подниматься при холостом ходе и опускаться при рабочем ходе ворошителя в зависимости от ширины ворошителя рама собирается из четырех или пяти треугольных секций которые соединяются между собой поперечными трубами на сварке у вершин треугольных секций посажены звездочки две из них со стороны короткой лобовой части треугольника вращаются свободно при выполнении прямого и заднего хода третья посажена на вал и является приводной передвижение ворошителя осуществляется от одного вала вращающегося в противоположных направлениях при выполнении прямого и заднего хода для этого сидящая на валу звездочка заднего хода свободно движется только в одном направлении она приводит вал во вращение при холостом ходе ворошителя и проскальзывает при изменении направления вращения вала когда осуществляется рабочий ход все звездочки каждой треугольной секции охватываются пластинчатой цепью 9 шагом 25 и четыре десятых миллиметра к цепям прикреплены рабочие ковши 8 шагом триста пятьдесят пять целых и шесть десятых миллиметра в зависимости от ширины механические ворошители имеют два три или четыре ряда ковшей в каждом ряду ковши имеется по нескольку щеток 13 прикрепленных к ковшам с помощью щеток производится чистка сид освободившихся от солода в процессе работы ворошителя вал приводящий в движение пластинчатые цепи вращается с частотой двадцать три целых восемь десятых оборотов в минуту от электродвигателя мощностью две целых восемь десятых киловатта и частотой вращения девятьсот пятьдесят оборотов в минуту через редуктор 3 с передаточным отношением тридцать девять и цепную передачу скорость движения ковшей девятнадцать целых и восемь десятых метра в минуту подъем и опускание рамы с ковшами производится с помощью двух тросов 12 с натяжным устройством приводимым в движение электродвигателя 6 мощностью 17 киловатта частотой вращения девятьсот тридцать оборотов в минуту на выходные концы вала редуктора посажены два барабана на которые наматываются тросы каждый трос одним концом неподвижно прикреплен к барабану вторым через четырехкратный полиспаст 4 закреплен за стойку тележки один блок верхней полиспаста укреплен на стойке тележки второй на ковшовой раме при наматывании тросов на барабаны блоки полиспаста сближаются и поднимают раму подъем рамы осуществляется в течение 20 секунд в технической характеристике дана производительность ковшовых ворошителей для скорости хода при выгрузке в 1 0,117 метров в минуту при ворошении в 2 0,4 метра в минуту скорость заднего хода в 3 6,49 метра в минуту установленная мощность всех электродвигателей для каждого типа ворошителя одинакова и равна 6,2 киловатта на слайде представлена техническая характеристика ковшовых ворошителей солода ввс в обозначении типа ворошителя например ввс 2 с половиной 75 150 цифры обозначают 2 с половиной ширина грядки в метрах 75 высота слоя солода в сантиметрах 150 длина переброса солода ворошителем за один проход сантиметров передвижная тележка в пневматических солодовнях спиртовых заводов чаще всего имеется несколько параллельно размещенных растильных ящиков такие солодовни могут обслуживаться одним механическим ворошителем с помощью специальной тележки 4 двигаясь парельсом расположенным перпендикулярно осям солода растильных ящиков тележка перемещает ворошитель с одного ящика на другой тележка представляет собой сварную металлоконструкцию с четырьмя колесами диаметром 150 миллиметров два колеса тележки являются ведущими два других направляющими привод ее осуществляется от электродвигателя мощностью 1,7 киловатта частотой вращения 930 оборотов в минуту через редуктор с передаточным отношением 39 и цепную передачу скорость передвижения составляет 3,7 метра в минуту сверху каркаса тележки закреплены рельсы размер колен которых соответствуют колее рельсов ящика благодаря этому механический ворошитель может заходить на тележку и сходить с нее при перемещении на другой солода растильный ящик электропитание привода тележки сблокировано с механическим ворошителем через концевой выключатель тележка может двигаться только после того как ворошитель взойдет на ее рельсы и замкнет концевой выключатель передвижная тележка снабжена наклонным поддоном на который ворошитель подает солод при разгрузке ящика по поддону солод сползает в желоб гидравлического транспортера 5 передвижные тележки разработаны для всех типов размеров ворошителей высота их принято одинаковый для ящиков с высотой слоя солода 75 и 120 сантиметров ширина тележек соответствует ширине перемещаемого ворошителя два с половиной три три с половиной четыре и четыре с половиной метров примерный расчет площади сит пневматической солодовни с передвижной грядкой и ковшовым ворошителем для осахаривания применяется смесь солодов 70 процентов ячменного 30 процентов просинового ячменный солод выращивается на пневматической солодовни с механическим ворошителем просиной на токовый расход зерна на солод согласно технологическим требованиям составляет 16 процентов от массы крахмала в зерне поступающим на разваривание определить площадь сит пневматической солодовни для спиртового завода производительностью одна тысяча дал в сутки общее количество зерна на приготовление солода определяется по формуле представленной на слайде с учетом возможного поступления на солод зерна с пониженной прорастаемостью принимаем газ равная 2,6 тонн в сутки из них ячмень составляет 1,82 тонны в сутки для выращивания ячменного сода выделяем два ящика следовательно в каждый ящик ежесуточно поступает 0,91 тонна ячменя считая на начальную массу до замочки при замочке объем ячменя увеличивается на 45 процентов следовательно объем зерна поступающего на первую секцию сита рассчитывается по формуле представленной на слайде высоту слоя зерна на первой секции ящика принимаем полметра потребная площадь сит для первого дня выращивания определим по формуле на слайде для типового ковшового ворошителя ввс 2,3 75 90 ширина рабочего ящика должна быть 2,3 метра тогда длина ящика занятого зерном первые сутки выращивания составит l 4,2 деленное на 2,3 что равно 1,83 метра ворошитель ввс 2,3 75 90 за один проход может переместить солод на 90 сантиметров для перемещения солода на одну целую восемьдесят три сотых метра ежесуточно ворошитель должен делать два прохода то есть ворошить зерно два раза в сутки для 10 суточного выращивания солода необходимо чтобы каждый ящик имел общую длину рассчитываемую по формуле представленного на слайде также на слайде представлены формулы для расчета площади сит одного ящика площади сит пневматической солодовни объем зеленого солода концу роста в каждом ящике а также высота слоя зеленого солода на ситах концу выращивания эти параметры рассчитаны исходя из того что в процессе выращивания объем зерновой массы увеличивается в 2,2 раза по сравнению с первоначальным мы закончили рассмотрение машинно-аппаратурной схемы линий производства солода с механическим ворошением а также оборудование этой линии вы скажете что в этой линии еще необходимо было рассмотреть дробилки для солода да я соглашусь с вами вы можете ознакомиться с измельчающим оборудованием в отдельном видео перейдя по ссылке в подсказке или в описании это видео называется ударно истирающие машины или машины ударно истирающего действия благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал на этом канале выходят видео посвященные машинно-аппаратурным схемам линий производства пищевой продукции и оборудование этих машинно-аппаратурных схем их устройство настройка принцип действия технические характеристики разбираются в отдельных видео неуклонно медленно но верно количество видео посвященных машинам и аппаратам пищевых производств приближается к 100 проделана огромная работа я надеюсь что эти видео были полезны для вас и вы распространите эти видео среди ваших знакомых коллег я уверен что среди них найдутся люди которым эти видео были бы интересны найдутся люди для которых эти видео будут полезны в их работе подписывайтесь на канал ставьте колокольчик уведомления чтобы вовремя получать уведомления о новых видео поставьте лайк желаю вам всяческих успехов и до новых встреч